Первая мое знакомство с мониторами от Feelward была с модели F5. Легкий, компактный, достаточно яркий при работе на солнце. Конечно же при необходимости вы могли использовать козырек. Но что-то там было не так с цветом. Он давал какую-то розовизну и мне это очень не нравилось. Теперь у меня в руках новый монитор от Feelward F6 Plus. С отличным экраном, с загрузкой 3D лутов через карту памяти. А также с сенсорным экраном. Кстати у меня очень хорошая новость. У нас теперь аж целых 50 тысяч. Для некоторых это конечно же цифра ничего абсолютно не значит. Но для меня это результат моих стараний. Это очень мотивирует. И конечно же всем вам спасибо. Комплектация стандартная как у всех мониторов от Feelward. В самом начале она встречает козырек с тканью внутри. Собственно сам монитор с наклеенной защитной пленкой. Мануал, кабель HDMI на micro HDMI, кронштейн и рамка для крепления козырька. В Feelward F6 Plus экран стал больше 5.5 дюймов с разрешением 1920 на 1080 точек. Поддержка 4К сигнала на вход и выход. Экран стал больше, ну и в буквальном смысле лучше по сравнению с моделью F5. Первое что кинулось в глаза это его цвета и детализация. Они сравнимы с моим большим монитором от Dell. Полностью сенсорное управление меню и скажу что это очень даже удобно. Двойным тапом вызов главного меню, свайп вверх вызов быстрого меню. Но нужно привыкнуть так как пальцы все равно жмут кнопки. Теперь в мониторе можно активировать 3D лад или же загрузить свои через карту памяти. Это будет удобно тем кто снимает в лог профилях, чтобы видеть сразу же цветную картинку. По функционалу у нас практически ничего не поменялось с предыдущих мониторов. У нас все так же есть регулировка яркости, зебра, пикинг фокус, кроп метки, аноморфотный режим, аудиометр, гистограммы и так далее. Но добавили русский язык. Поддержка сразу двух типов аккумуляторов. Это Canon E6, который используется в камерах Canon 80D, 5D Mark III, 4 и так далее. Еще Blackmagic 4K и также Sony F970. Ну и вы также можете сюда подключить блок питания. Впрочем, как я обычно и делаю. Как у всех мониторов данного типа, у нас конечно предусмотрена функция питания камеры от монитора. Это очень удобно, конечно, при наличии специальной пустышки, которая загоняется в отсек аккумулятора в ваши камеры. Кто-то это использует. Я лично этого не использую, потому что мне достаточно или же использовать аккумуляторы, или же у меня есть специальная пустышка, которая подсоединяется, к примеру, в пауэрбанк. Или же я могу ее подсоединить в компьютер. Для меня лично это как-то удобнее, но это удобно, когда вы снимаете дома, или же где-то в помещении, или в студии. На улице, я думаю, питать камеру от монитора было бы намного удобнее. Никуда не делся разъем для подключения наушников. Так как у многих камер нет возможности подключить наушники, чтобы вы могли слушать, как пишется звук. А это очень важно и очень удобно. То вот вам прям монитор-палочка-выручалочка. Вы всегда можете подключить сюда свои наушники, послушать, как пишется звук без скрипов, без перегрузов. Потому что потом перезаписывать это, конечно же, я думаю, никому не хочется. В этой модели кронштейн крепления сделали намного лучше по сравнению с F5. Потому что в F5, если вы закрутили этот зажим, то сам монитор вращался очень туго. Порой можно было его снять вообще с камеры. Здесь все переработали, я так понял. Ну, потому что, как бы вы не закрутили этот зажим, монитор у вас вращается очень хорошо и свободно. Я даже сравнил по качеству изображения с монитором Fillworld F5. И, как видите, даже через камеру разница очевидна. F6 Plus передает более естественные цвета. А F5, он, как я и сказал раньше, дает какую-то то ли красноту или же розовизну. Теперь, что мне не понравилось в данном мониторе, так как сейчас все чаще делают безрамочные телефоны, телевизоры. И хотелось бы в новом уже мониторе видеть как можно меньше рамки. А они здесь, я бы сказал, толстоватые. Даже сравнить с тем же F5, рамки были куда меньше. Для включения монитора необходимо держать некоторое время кнопку. И то же самое на выключении. Если честно, мне такая тема не очень понравилась. Возможно, это хорошо, если вы подключаете сразу аккумулятор и кидаете в сумку, чтобы он случайно не включился. Но, с другой стороны, вы теряете время на его включение и также на выключение. К примеру, с F5 вы вставляете аккумулятор и он тут же автоматически включается. Последнее, что мне не понравилось, это то, что экран очень бликует. Если вы, к примеру, снимаете, вот как я сейчас при искусственном таком освещении, то, в принципе, видно идеально просто. Если вы выходите на улицу и светит солнце, то он чересчур начинает бликовать и плохо видно. При использовании козырька, конечно, проблема решается где-то на процентов 50-60, но все равно блики есть и они немножко раздражают. Теперь выводы. Монитор Fillward F6 мне очень понравился, особенно к качественным изображениям и детализации. Теперь, как бы, вообще нет никакого желания использовать F5, я его, скорее всего, где-то продам или сплавлю, без разницы. Но теперь мой основной монитор будет именно этот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, кстати, я еще никогда этого не говорил, нажимайте на этот колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. С вами был Евгений, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok